здравствуйте друзья хочу записать подкаст подкаст об очень интересной теме и назову его наверное о самой большой проблеме предприниматель 2020 году я попробую его сжать потому что я уже снимаю сейчас второй раз первый получилось на 20 минут я считаю что все-таки занудно я попробую сделать покороче но чуть-чуть немножечко предыстории во первых у меня год получился очень тяжелый и поэтому подкастов практически не было я очень долго боролся с различной депрессии у меня не то чтобы руки знаете падали а просто не хотелось ни с кем не разговаривать ничего потому что я считаю в тот момент во всяком случае до вот где-то 11 наверное месяцев у меня точно было такое состояние что я считал что люди ну меня не понимают назовем это так в какой-то момент вот но вроде меня отпустило если кому-то интересно я могу снять видос на эту тему и поговорить да и поговорить про вообще про то как я боролся с этой депрессии просто не знаю насколько это депрессия потому что когда ну не знаю степени и и для меня этот термин врачебный достаточно непонятный вот и соответственно я второй момент который хочу сказать за 2000 но за 2013 года я веду свой бизнес-блог как вы знаете на ютюбе и очень долго веду и вел тренинги что онлайн что оффлайн и очень много высказался на разные бизнес темы и это одна из них и наверное я повторю отчасти те слова которые уже ранее говорил но попробую добавить что-нибудь нового одно хочу сказать что в принципе все темы которые раньше говорил актуально на данный момент и все что раньше применяла но до сих пор применимо она работает во всяком случае у меня нет помогает либо зарабатывать деньги либо увеличивать заработок денег что важное что мы сегодня коснемся и третье это освободить время для того чтобы эти деньги зарабатывали сами и эти вещи как раз являются основной бедой предприниматель 2020 году а сейчас попробую объяснить на примере вот данного поста от жени как раз не хочу говорить про посты других людей а женя мой хороший товарищ мой партнер и можно его покритиковать и так далее но про жение сейчас ничего говорить не буду я хочу поговорить про ребят ко мне приходит очень много ребят на консультации и большая часть из них приходит по поводу директа и дворца сотрудники компании и прочее но бывают такие которые приходят именно на тему бизнеса поговорить и здесь как раз главная проблема у людей то что когда вот человек ко мне приходит у него там допустим час он начинает задавать просто подряд вопросы вопросы явно полностью состоят из списка рутинных проблем которые есть у 99 процентов людей посмотри сайт посмотри рекламу как интегрировать а мы crm как замотивировать того или иного сотрудника в основном это менеджеры если один два три четыре и вдруг каким-то счастьем у вас появились они у вас появились какие-то проблемы связаны и опять же с трафиком с тем что люди плохо покупают и так далее и люди почему-то крайне очень часто не подходит главному вопросу кости чё делать я зарабатываю сейчас там 50 или минус 50 уже наконец сейчас чё конкретно сделать чтобы из этой жопы вылезти и все вопросы примерно знаете в формате таком я аналогии естественно не является доказательством каким-либо но я пример попробую привести вот вы в подводной лодке и вот она отлично плывет и вот вы торбите руете какое-то судно все замечательно но тут вдруг вам прилетает торпеда и вы начинаете тонуть и вот у вас естественно подводная лодка она состоит не только из металла но из еще из экипажа да это ваш менеджер если кто не понял и не только и в общем-то вы капитан и вот вас начинают затапливать ваши отсеки да вы такие закрыть этот отсек пожертвовать тем вторым третьим и вы смотрите как ваша лодка идет ко дну и вы продолжаете что-то делать в процессе когда вы вы должны понять что вы-то все равно не на нет ну не являетесь подводной лодкой то есть был не обязательно камень тащить за собой если вы совсем она идет ко дну возможно надо просто поменять что-то например новую лодку взять вот образ и как бы и запустить например новый бизнес и и я сейчас попробую перевести это все в русло самого бизнеса так вот представьте себе что вы теперь не капитан подводной лодки а адмирал флота и если у вас тонет одна лодочка ну или подводная лодочка да вам насрать потому что идет наступление полноценное вот теперь понятно то есть вам надо быть адмиралом а вы капитан вот и все то есть вы себя сами же понизили в звании и постоянно приходит эти капитаны я понимаю когда приходят девочки девочки они созданы в такой среде что им надо уютненько сделать хоть один бизнес мальчики непонятно видно в их растили как девочки я просто не могу если честно понять в чем причина и так основная проблема просто заключается в том что люди не хотят думать о тех действиях которые должны принести им деньги все при этом опять же рутинные процессы которые у вас постоянные они у вас висят вы даже часть из них можете делегировать большая часть она именно висит 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 и вы не хотите ее никак отдать и причем многие говорят что это нельзя нереально сделать сделать реально это раз я например дошел до того сейчас попробуем на своем примере привести маркетинговое агентство работает практически без моего присутствия минимальное мое какое-то есть участие при этом да какие-то сложные проекты какие-то фокапы еще что-то естественно ко мне ну можно подойти там еще что-то спросить но я ничего например напрямую сам не хожу не продаю раз то есть в участвую по минимуму маркетинге кто скажет ты же ролики выпускаете люди там еще как-то приходит да приходит на это все поставил на поток это делаю даже не я это отлично это два возьмем инфобизнес вот даже до этого доберусь вот кстати есть жени и жени ведет все тренинги и я их не веду потому что я понимаю что это время которое мне жалко если честно потому что я вам сейчас попробую перевести как раз все в цифры когда я перевожу все в цифры люди вроде как понимают ну давайте просто попробуем у меня есть например платина ну вот партнерского беспредела она стоит 180 тысяч рублей уже не она стоит столько же и вроде все хорошо все замечательно 180 тысяч но ты обалдел что ли вот ты мажор то какой собираешь деньги и это и людей всех это как это учишь но на самом деле не за не все так просто проблема заключается в том что например те же самые платные консультации у меня стоят по 10 тысяч час и чтобы собрать 180 тысяч немудрено посчитать нужно 18 часов а самое интересное что в среднем количество консультаций в месяц у меня 30 вот и все да кто-то скажет ты же можешь много людей на платину набрать да но в это не резон то есть получается тогда те же самые истории только ты гоняешь одних тех же людей по кругу это прикольно иногда некоторых людей я беру например потому что мне просто нравится как они стараются есть кейсы я например иногда беру людей потому что в партнерском беспределе у нас крайне мало кейсов на миллион то есть миллион и больше миллиона и я беру людей которые потенциально могут сделать и выйти на миллион у них есть какая-то энергия у них есть правильный склад ума стратегически они точно знают что они хотят это и как бы мы идем дружно в обхабку и вот я беру людей на платину и для них как раз 180 тысяч не те деньги ради которых стоит переживать и они просто идут и делают это круто вот но опять же брать по 50 человек но это достаточно глупо согласитесь окей 2 маркетинговое агентство сидеть постоянно делать директы за 10 тысяч за 15 тысяч даже за 100 тысяч рублей это достаточно тяжело когда вы берете ахапом у вас есть опять же какая-то команда причем в команде есть опять же project и так далее и вы можете каким-то образом все разделегировать делегировать и просто сидеть и управлять этим это круто согласитесь это замечательно это называется делегирование конечно же на это все нужно какую-то автоматизацию нужно какая-то система например чтобы от памп сам делался я же не сижу не программирую его ну как бы я не умею например еще заняться что ли нечем еще сидеть еще учиться пхп и другие какие-то там умные слова я даже их не знаю вас уверяю если честно я могу спросить у программистов он так и подскажет мне вот ну и так далее то есть надо содержать какие-то какой-то штат то пято десятое это все существо существует само вместе каким-то образом как огромная какая-то экосистема который надо управлять и если не будет человека и адмирала который этим всем будет управлять то это все ну то есть понятно у нас победят очень быстро вот как немцы дошли до москвы вот так же ровно буквально за очень короткий промежуток времени все рассыпется вот да естественно я сейчас попробую перевести это все его в русло более толковые беседы для тех людей у которых компании не такие большие и итак проблема номер один человек сидит просто максимально весь в рутине у него опять же проблемы с лендингом с рекламой у него проблемы менеджер плохо продает у него авито партнеры подставляют или исполнители подставляют там не суть важно и все проблемы проблемы до 90 процентов людей трафика мало или как ну как они думают а в итоге оказывается что например просто тупо у них один два партнера которые там итогово очень плохо либо делают либо ну в общем не суть исполняет обязательства плохо и итоговое закрытие плохое от этого процент окей раз два и они голу чем забивают окей там надо сделать лендинг надо сделать директ надо попробовать что-то сделать совета костя подскажи что-нибудь совета дальше проблема номер два как раз мы идем менеджеры как нормально смотивировать где найти этого менеджера блин нормально вот я перебрал двух менеджеров чет вообще никак не работают продают хуже меня или ну там настолько хуже что вообще не в не в попад потом уже начинаем подходить там хорошо вроде как понятно там наняли каких-то менеджеров как их правильно как вообще автоматизировать поток этих менеджеров ну что они же должны постоянно приходить оказывается одного менеджера то мало просто его нанять чтобы он там сидел там подружка если для девочки и вы там хи-хи-хи все нормально или мальчики которые сидят слушай вася ну надо как бы пообщаться побольше с клиентами да сейчас все сделаем без проблем оказывается надо поток чтобы он менялся потому что если у вас там команд даже полностью сформированы и она просто начинает уже полностью хереть я не знаю как по-другому сказать реальность уже захеревает по полной вам надо ее так какая как орех знаете вот nokia 3310 бац ударить ей по ореху поэтому расколоть и вот этот мякиш достать какой-то который совсем не нужен ну или наоборот если вам у вас только мякиш работает расколоть и убрать скорлупу какую-то скушать так сказать с этим тоже придется что-то делать потом оказывается что чтобы сотрудники нормально продавали нужны скрипты и с этими скриптами надо что-то делать и так далее у человека настолько сильно голова этим всем забивается так что вся эта рутина у него вот здесь и думать о том чтобы вот сделать какие-то простые действия и увеличить доход у него просто на это времени не хватает простые действия какие новый лэндос быстро склепал новый вон тема кунь новогодние там я утрирован да у меня просто открыты новогодние фасады раз бахнуть быстренько пац пац заработал денег отличные у тебя уже есть деньги вкинуть в рекламу они вот эти вот 20 тысяч пытаться из кармана достать которых нет но я жира ну как бы радею за то чтобы сделать систему хорошую чтобы она была идеальной а потом ее десять раз скопировать оказывается идеальную систему нельзя сделать потому что ну ее всегда надо дорабатывать потому что каждый год что-то новое выходит постоянно надо за конкурентами за клиентами постоянно следить и т.д и эту систему нужно постоянно дорабатывать и оказывается нельзя идеальную систему сделать и для людей это вот просто как-то в смысле нельзя сделать идеальную систему как-то и ну то есть для них они это не понимают это странно быстро как можно заработать можно я поражаюсь некоторым ребятам ну вот реально я сейчас пример приведу него достаточно много говорил но все-таки когда я без интернета какого-либо просто продал несколько участков земли ну вкратце расскажу если кто не знает я только тогда начинал вообще не занимался ничем из риэлторства ко мне просто пришло риэлторское агентство ребята хотели лендинг как раз с рекламой и мы что-то разговорились не говорят тут у меня съесть в пушкинском районе московской области где сейчас как раз обитаю да и большую часть в жизни прожил я ну как бы говорят мы продаем участки а я замечательно что за участки говорят с домами игру замечательно сколько стоит и короче говоря они назвали очень интересные вкусные цены и банальная история вы же не будете если вы маркетологу скажете ребята надо просто поднять цены и тогда у вас начнут покупать а предприниматель нормальный он скажет окей три с половиной миллиона замечательно я короче хочу их у вас купить сейчас мне надо только сделать несколько звонков и вы делаете звонки своим друзьям коллегам еще кому-то кто хочет купить участочек не за три с половиной миллиона с домом а за 4 миллиона например купить скопом не и ну понятно если их там несколько там например 8 купили несколько участков ну например у меня друг купил за что он там же занимался строительством домов потому что их рыночная цена намного выше была и я получил а я все лишь накинул на каждый участок с домом 500 тысяч я получил три миллиона шесть участков я продал и все замечательно все круто все замечательно и после этого как-то заниматься директом за двадцать за тридцать тысяч вы что-то навряд ли будете нормальные конечно люди кто-то пойдет опять до заниматься наверное но нормальный человек предприниматель нет и отсюда как раз и идет вся вот ваша история что если вы предприниматель и у вас есть предпринимательская жилка то вы не будете сидеть и делать ils идеальную системы не будете рюшники рисовать не будет сидеть самое главное в рутине потому что это именно рутина вы будете постоянно не заниматься есть созидание дауд хочешь сказать но созидание это как раз попытка сделать идеально а вы будете все-таки пытаться постоянно что-то творить то есть создавать далее уже через какое-то время созидание но созидание на созидании скорее лучше нанять каких-то людей которые готовы это делать. Ну, например, вот банальный пример Женя. Замечательный человек. П.С. Женя, отдай мне миллион. Идеальный человек, который довел тренинг до ума. Тренинг и основные все положения о партнерстве были высказаны. Вы можете найти такие ролики. В 2015 году полностью все то, что сейчас есть в этом замечательном тренинге, который существует вот перед вами. Партнерский беспредел. Он как-то начал сосуществовать тогда на тот момент наставничестве в 2017 году. И только когда Женя пришел, Женя начал это все постепенно делегировать и отдал, в принципе, в этом году, слава богу, в 2020 году. Он это все огранил. Понимаете? То есть я достал этот бриллиант, а он его огранил. Он красавчик. То есть он это может. Он созидает. Ему нравится. Но он не творец, как прям вот бац, надо вот так бах-бах-бах взять и сделать. Но во всяком случае не в этом случае. Для вас это может показаться, опять же, какая-то история, типа, ну так Женя зарабатывает деньги. Да кто не спорит, что Женя зарабатывает деньги? Так и я тоже зарабатываю деньги. Понимаете? Просто направлений больше. Не одно, а много. И получается, что ну как бы предпринимательство. Понимаете? И когда мы все созваниваемся, например, именно пример приведу партнерства, ну и вообще бизнеса, только я говорю о деньгах в основном. То есть я говорю, ребята, где деньги? Когда, что? Прямо вот про разложите по полочкам. Где деньги? Куда, что? Типа я вложил столько, сколько надо вложить денег. У меня нет вопросов про какие-то мелочи. Понимаете? Я... Это просто иногда можно включить, как бы послушать какие-то конференции, да? Вот когда мы сидим общаемся командами, разными командами. Я постоянно это вижу, что люди очень мелочно смотрят именно формат того, что нужно по мелочи сделать. Это их работа, это их данность. Им надо этим заниматься. Но если вы хотите зарабатывать деньги, если вы собираетесь как... Ну вообще вы как бы... Зачем пришли в бизнес? Ради чего? Вам надо именно думать о стратегии. И стратегии, если у вас не существует в голове, ее надо каким-то образом рожать. Это не... Я не знаю, насколько... Я знаю, что есть исследования, да? И то, что многие люди меня просто не поймут банально и скажут, что я дурак, просто потому, что предпринимателей вообще на планете вроде как только 1-2% настоящих предпринимателей, которые могут... Ну, творцов, да? Назовем их так. Но я к этой статистике отношусь очень скупо и достаточно глупо, потому что... Ну, кто собирал эту статистику? Вы сами подумайте. Ну, то есть, вы понимаете. Это раз. Два. Я могу понять, что есть люди, которые могут просто родиться в какой-то семье, да, предпринимателя, и просто впитаться от, там, отца, да, там, матери и так далее каких-то правильных мыслей. Но, опять же, навряд ли это на генном уровне каким-то образом появилось. Я просто к чему? К тому, что вы можете это так же ровно воспитать. Просто надо понять, что... Вот я захожу какие-то конфы, да, вот ВКонтакте, Телега, еще что-то. Там в основном все люди говорят не о том, как заработать денег, да, вот, фактически, стратегия, а именно идут разговоры про вот эти рутинные процессы. Ну, даже не то, что как их решить. Их решить достаточно легко. То есть, когда люди приходят и спрашивают, ну, там, банальности какие-то, как нанять менеджера? Блин, идешь и нанимаешь. Ну, это же, это же тупо. Ну, серьезно. Даже при условии, что я никогда, вот, например, вот в 12-м году, например, в 11-м, давайте так, в 12-м году я менеджеров прям уж по полной нанимал для интернет-магазинов. Тогда не было, как бы, открываешь, окей, Google, как нанять менеджера? Типа, пошаговый план, пожалуйста. Такого не было никогда. То есть, идешь и нанимаешь, у тебя вариантов нет. И все. Да, сейчас усложнилась ситуация просто с тем, что когда менеджер приходит, он говорит, а у вас есть CRM-систему? Вот такие CRM-систему. И да, тут, конечно, появляются какие-то подводные камни, но это не обязательно, это не значит, что вам надо знать все эти подводные камни. Зачем? Ради чего? То есть, люди иногда просто приходят, у меня спрашивают, как настроить CRM-систему. А зачем я сотрудников нанимаю, которые настраивают CRM-систему? Это же... Я, конечно, ничего не хочу сказать, но вроде как ради этого. То есть, зачем мне это знать? Я зато знаю, как нанять сотрудника. Берешь, открываешь и нанимаешь. Все. И это не является какой-либо проблемой. Кто-то скажет, у стартапа денег нет. Или еще в таком формате. Но я тоже начинал с нуля. У меня, как бы, понимаете, когда я начинал открывать бизнесы, у меня... Я работал на работе. Я... У меня была зарплата, максимальная зарплата на работе официальной 70 тысяч... 75 тысяч рублей. Это, конечно, те года, там, в 2012-е, 2011-е годы, когда... Ну, для... Сколько мне тогда было? Сейчас мне там 30-ник. Ну, там, 21-го летнего пацана. Это, конечно, очень круто. Никто ничего не говорит. Окей, супер. Но, извините. Да, вот я что-то накопил. Какие-то деньги есть. Я их кидывал в бизнес. Ну, чтобы раскрутить систему. Да, вы по такой же схеме, наверное, идете. Это нормально. Здесь нет ничего зазорного. Вы говорите, у меня нет денег там. Ну, тогда, извините. А зачем вы ради... Ну, то есть, зачем? Вы ради... Вы пришли, вы думаете, должны о том, как заработать денег, а не ради того, чтобы просто взять какую-то готовую систему, ее просто туда вкинуть деньги, и она сама там начинает деньги зарабатывать. Это так, к сожалению, у нас не работает. Особенно в России, где у нас нет нормального закона и статьи о мошенничестве, где надо еще доказывать 10 раз о том, что вот такой человек, вот он мошенник, и вас обманул. Это у нас, к сожалению, не работает. У нас процент бизнесов, которые можно купить реальных, которые действительно могут продолжать функционировать на бирже бизнесов, это 0,5%. То есть, условно, один из 200 бизнесов более-менее реалистичный, с нормальными цифрами, когда вы, ну, вот не купите, а оно... Как так? Почему? Я только купил! Давайте верните деньги, а там уже нельзя вернуть деньги. Вы договор же тоже не читали. Вот. И как бы здесь у нас кроется вся проблема. Как раз. Вот. Ладно. Я думаю, я объяснил, потому что остальное я просто буду продолжать говорить по кругу. Я думаю, вы поняли. Я сразу рекомендую... Давайте я рекомендацию просто в конце дам, и попробую вам помочь. Я такие рекомендации уже давал. Для тех, кто, во-первых, вообще собирается только стартануть, и все никак не может решиться. Но он уже очень много знает, но не ездит на BMW M5, например, да, какой-нибудь. Маленькую байку расскажу. Ко мне пришли двое ребят на живое мероприятие. Давно был там, 13-14-е года. Да, и один парень ездит на метро, а второй ковыряет носу, ничего не делает. Такой, а, директ надо настроить? Я же на курс по директу пришел. Ну, дайте телефончик, я просто возьму человечка. Вот он ездит на BMW. И вот человек, который ездит на метро, на тот момент спросил, Костя, а почему вот я умный и такой бедный, а он тупой и богатый? Вот. И я думаю, все понятно. В общем, попробую дать совет как раз с таким ребятам. Во-первых, бросьте все и начинайте делать. Это очень глупый, может быть, совет, но это помогает. Кто-то 10 раз, 10 тысяч раз пытается прочитать или посмотреть видео, или статью почитать, как сделать на авито объявление грамотное. Или как масс-постинг сделать, там, серую какой-нибудь, или просто что-нибудь. В таком формате боясь, что на авито-то что случится, я не понимаю. Ну, даже масс-постинг максимально стоит 10-15 тысяч рублей. Вы боитесь потерять 10-15 тысяч, но хотите зарабатывать 300-400. А не все ли с вами в порядке? Вот появляется ваш конкурент, вот у вас есть лендинг, вы наконец-то его сделали, по копирочке, все как завещали. Вы сделали директ, тоже все как обещали. Завещали, точнее, все по инструкции, все запустили, идут клиенты, все замечательно. Вы получаете два звонка в день, берете трубку, говорите, здравствуйте, я, там, компания ООО Электросистемс. И, там, менеджер Антон, например, вот такие, ну, все уже довольные сидеть. И вдруг происходит следующее, появляется еще один такой, Вася, который просто сделал тоже лендинг по копирке, только вы вкидываете 10 тысяч в месяц, и шоковали. И тут вдруг появляется человек, который может забашлять 40 тысяч, потому что он на заводе работает в 3 раза больше, в 3 смены, и, наконец-то, у него есть лишний саракет, он вкидывает, и у него все звонки, а вы сидите, а что, как, что делать дальше, и все. И приходите вот с такими вопросами, иногда банальными. Для вас тоже есть совет. Во-первых, надо мыслить немножко не совсем стандартно, то есть, когда вам люди, даже просто хотя бы слышать, что есть пошаговая инструкция, иногда надо делать пошаговые инструкции, некоторые одновременно, а некоторые вещи, когда вам говорят, надо делегировать, значит, это надо делегировать. Например, директ, но если вы не умеете, не надо делать, не лезть туда, просто люди иногда до такого маразма опускаются, типа, ну вот я сам вроде настраивал, я вроде все умею, но что-то вот, и начинаю такое говорить про директ, и уже просто не надо, иди найми человека просто. То же самое там, к лендингам относятся и тому подобное, но это же банально. Делайте одновременно несколько вещей, сделайте там, опять же, авито, еще что-то, просто думайте о том, что будет завтра, а вдруг завтра все, как бы, у вас сейчас все стабильно, а через какое-то время будет все нестабильно, пропадут заявки, сезон закончится, еще что-то, и когда людям говоришь, слушай, у тебя скоро сезон закончится, ну да, я слышал об этом, но что-то как-то, я потом подумаю об этом, или наоборот, более другая ситуация, когда, слушай, например, август, слушай, Кость, посоветуй зимние ниши, такой, так сейчас август, или даже в мае это спрашивали, в мае точно было такое, типа май, да даже август, ребята, август, запуститься, по-хорошему, две-три недели, там, ну нет, ничего сложного, вы не делаете интернет-магазины, вообще, все максимально просто, и это, кстати, плохо, потому что все ваши конкуренты, значит, могут сделать так же легко, например, те же самые платформы, да, лендингов, я их могу, конечно же, не любить, потому что, например, может любой, Вася, пойти за 5 копеек, сделать лендинг, ууу, какой, Костя там, продает их за 100 тысяч, а, Вася, какой-то за 5 тысяч, демпинг, но я их не люблю за другое, потому что их может наклепать абсолютно любой, абсолютно любой человек, просто пошел, наклепал, запустил, и таких миллиард человек, просто миллиард, и вы один из миллиарда, и все, и вы сидите такие, ну что-то это не работает, ну потому что какой-то, опять же, ну, просто есть принцип рынка, стандартный, кто скидывает больше денег, бабла, в рекламу, тот и сидит на первых местах, и больше показывается, и вы такие, а, а, ну, значит, это не работает, потому что, ну, тут, оказывается, надо вкидывать не 5 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей, ну, как бы, обещали же 5 тысяч рублей, и заработать 300 тысяч, а, ну, 300 тысяч нельзя с 5 тысяч заработать, ну, значит, здесь это говно, это фигня, пойду лучше кому-нибудь другому, на какой-нибудь тренинг, там, где мне расскажут, и точно дадут гарантии 17 штук, ну, это же банально, или тупо, значит, надо думать наперед, но, это не значит, что надо думать, опять же, когда у вас еще ничего не горит, то есть, а что будет, если вдруг у меня что-то случится, такие тоже вопросы, вам надо думать о деньгах, прямо здесь, сейчас, вот, ваша конкретная ситуация, вы должны решать, окей, сейчас заявок начинает становиться меньше, скоро сезон заканчивается, запускаем новые ниши, срочно, все, раз, сели, сделали, они как вы любите, тоже, вот, у меня очень много таких замечательных, почему-то сотрудников, хочу сказать, учеников, ты сидишь, включаешь, вот он на платине сидит, ну, допустим, в 22 созвониться, ну, так получилось, типа, надо созвониться, Антон, такой, да, сейчас, подожди, подожди, сейчас YouTube выключу, я говорю, а чем ты занимаешься, ну, я лендинг делаю, нет, ты YouTube смотришь, ты же только что сказал, что ты YouTube выключил, ты что, он такой, ну, слушай, я тут целый, это живой пример, я тут потратил 4 или что-то такое дня, чтобы скетч нарисовать на лендинг, подожди, мы на прошлом, типа, созвоне с тобой полностью весь скетч обрисовали, все, там его просто надо было накидать, ну, да, я говорю, так почему 4 дня, типа, на что ты потратил их, ну, я реально потратил 4 дня, я говорю, нет, на что ты потратил, типа, я делал, я говорю, нет, ты YouTube смотрел, чего ты кого-то обманываешь, ну, то есть, ну, камон, ребята, вот, просто не занимайтесь херней, займитесь делом просто, и все, и у вас все пойдет, это очень странно для многих, просто по чуть-чуть, если что-то делать, там, 1 час в день, вот тоже для кто-то, кто работает на работе, или еще что-то, если 1 час в день чему-то уделять, через полгода, именно делать, не просто сидеть, что-то читать, потому что многие из вас просто привыкли что-то читать, какой-то контент, вы прочитали такой, там, не знаю, Байден, Байден, негодяй, вот он, демократы украли победу у республиканцев, все такие о, негодяй, пойду еще почитаю 17 статей, прочитаю буду вот аналитиком очень важным диванным, и я просто сейчас пример приведу именно из политики достаточно глупый, потому что вы такие же, только связанные с лендингами самой СРМ и так далее, ты читаешь такой нет, вот это вот все я читал вот эта вот херня, или дайте почитать зачем, что вам читать, идите займитесь делом, ни у кого из вас нормального бизнеса нет, чтобы пойти, идти, учиться там, не знаю, кройкой и шитью, который вам вообще не интересен, я сейчас не шучу, просто есть люди, которые приходят вот тот же самый тип, как сделать лендинг наверное, это важная информация, когда вы собираетесь этим зарабатывать на жизнь но когда вы предприниматель вам надо наклепать 25 лендингов ну серьезно, вот есть такие приходят ребята, им надо там сразу запустить по 5, по 7 направлений вы физически сами сделать ничего не можете, вам надо только понимать механизм и все чтобы понимать механизм, для этого не надо идти учиться, это глупо типа деньги, ну опять же реклама если она каким-то образом не работает у вас есть подрядчик, который говорит, что это не работает, это не значит, что ну, все плохо это значит, надо попробовать еще нескольких подрядчиков, еще несколько подрядчиков разношерстных то есть подороже, подешевле и так далее у них не получилось, но они все вам говорили, что что-то, ну все абсолютно сказали, что да, точно мы сделаем тогда может быть да, тогда там надо что-то об этом уже задумываться возможно, но это не значит, что вам надо идти опять же на курсы и делать самому директ да, кто-то скажет, вот у меня были такие случаи когда я сам сделал директ, а оно лучше оказалось понятное дело, но одно дело опять же смотреть на цифры, когда что-то пошло а потом раз пропало, да, или в таком формате другое дело, когда там 5 раз или 7 раз вообще никакого эффекта не было тогда там действительно, просто банально иногда вам говорят, что надо бюджет 20 тысяч там, где действительно для старта нужно 150 тысяч и все то есть иногда вы сами даже говорите что у меня только 20 тысяч дуля в кармане, но мне надо срочно, чтобы все работало то есть стратегия банальная, причем простая у вас она появилась в голове вы ее сразу же начинаете реализовывать и у вас появляются деньги всегда, и они будут максимально работать не будет, не надо заниматься будет инвестированием, вот извратом ну я, вот, ну, банально, ребята вот, ну, Жене, опять же, я даже читать не буду ну вот что-то типа такого планировать расходы на год это главный инсайт у меня в начале года сгорел дом ну я примерно могу посчитать, да, расходы там плюс-минус где-то 3 миллиона было расходов на то, чтобы там все, что внутри сгорело надо все-таки что-то было купить, да там паспорта восстановить сам дом куда-то убрать вывезти и так далее на что, на что, на все это ушло, короче 3 миллиона и куча моих нервов и что? типа, как вы это собираетесь планировать? вот вас била машина вот вы идете такие, пошли за хлебушком вас била машина что вы там планировать собираетесь? с вами все в порядке? а вот сидеть, именно сейчас думать о том что происходит у вас в бизнесе и вот стратегически у вас не хватает терпения у вас не хватает энергии я лучше пойду и посмотрю что-нибудь на ютюбе даже меня в том числе и по чилю отдохну мне так, вот так лучше это не совсем работает так ну или просто заняться рутиной какой-то это, кстати, тоже отвлекает от стратегии потому что на стратегию надо мыслить надо мыслить нестандартно это очень больно это прям разрывает мозги иногда у меня, например из-за стратегии очень часто желудок начинается водить и, короче, я бегу в туалет я не знаю по какой причине вот такая фигня и это и нервы, кстати у меня из-за нервов такая же ситуация то есть это очень близко то есть это очень неприятная для организма процедура и все ее как бы ну знаете, как поход к стоматологу мы будем откладывать это до последнего здесь примерно такая же ситуация так не совсем работает ну и по поводу расходов-доходов расходы не совсем коррелируют с вашими доходами потому что мы возьмем я, опять же, может кто-то сказать что это тупой пример но все-таки те люди, которые зарабатывают большие деньги любого можете взять список Forbes и так далее они, кто-то скажет ну они же покупают дорогие вещи но они несоизмеримо дешевые по сравнению с их доходом то есть они покупают не задумываясь они просто идут и покупают у них нет мечты купить яхту они просто такие о, прикольно, надо купить яхту потому что есть у моего дружбана они не задумываются об этом они думают о другом потому что им важно, например вот у них есть там трафик через границу они перевозят на наркотики их постоянно прессуют менты у них свои проблемы они стратегически мыслят как решить где сделать еще там ну понимаете, да много обходных путей ну ладно, я шучу но вы должны это понимать если вы это не хотите изначально и стандартно об этом мыслить тогда лучше пойти просто тупо на работу пойти менеджером по продажам или заняться лендингами нечего заниматься херней все вот на этом, наверное, и буду заканчивать кто-то скажет, что это банальные мысли очеренного инфо-цыгана ну, наверное, отчасти это правда но я через себя слишком много людей пропустил и постоянно одно и то же людям говорю и говорю, иди и попробуй сделай потому что сколько люди вот не приходят на тренинги они не хотят ничего делать не пробовать самое главное, когда пробуют они просто замыкаются вот в этой вот тупой абсолютно схеме которая просто есть дана и не хотят мыслить именно стратегически потому что это слишком больно такие дела ладно, господа, буду заканчивать спасибо большое, что дослушали до конца если вы дослушали 36 минут аж целых пишите в комментарии я это с удовольствием с вами обсужу и до скорых встреч поздравляю с наступающим Новым Годом до Нового Года, я думаю, еще парочку видео я выпущу всего хорошего друзья спасибо, что смотрите мои видео если вам понравилось видео обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик чтобы не пропустить новые видео на канале спасибо вам огромное спасибо Продолжение следует...